Продолжение следует... Также я хочу добавить, что визитная карточка у нашего сегодняшнего гостя, и на визитной карточке две фотографии его и Мишеля Платини. И сегодня у нас в гостях известный журналист Тенгиз Бочевич Пачкоря. Добрый день, батоно Тенгиз, мы рады, что вы посетили наш сегодняшний эфир. Большое спасибо, как батоно его госпожа сказка, как я вас всегда называю. А я вас называю Сухуми. Я хочу особо поприветствовать всех жителей и гостей Грузии, которые слушают эту передачу, которые потом будут смотреть и слушать и смотреть через интернет. Особенно хочу поприветствовать наших соотечественников за рубежом, которые, проживая в разных странах Европы, Азии, Латинской Америки и так далее, с большим вниманием, чем мы, изучаем то, что в интернете, всеми возможными способами получая информацию о том, что происходит в нашей древней стране, пережившей много проблем, много трудностей, но надеющейся на то, что страна объединится и Грузия будет процветающей и благополучной страной. Уже было такое вступление, что мы сразу перейдем. Батон Тенгиз, я вот вчера думала, как мне начать мой сегодняшний эфир, и я не могу сегодняшний эфир не начать тем, что вы неординарно выглядите. На вас форма, на вас кепка и на вас разные надписи. Батон Тенгиз, я хочу, чтобы вы все это расшифровали для сегодняшнего нашего слушателя. Что это такое? Как вы к этому пришли? Как вы к этому одеянию пришли? И как вы свыклись с вашей этой эпатажной одеждой? Большое спасибо. Во-первых, не вся форма сейчас представлена. Я очень жалею, что у вас нет этих шариков. Новогодних елочных шариков, с которыми я обычно хожу, которые всегда поднимают настроение, как особенно у детей, женщин и у мужчин, которые в плохом настроении, потому что новогодние елочные шарики с флагами Грузии и флаг Грузии. Но обычно я хожу с полным обмундированием, будем так говорить, на какие-то крупные международные или внутрикосударственные мероприятия, спортивные, общественные и так далее. Что касается этой экипировки, то это моя внутренняя потребность как сухумчанина. Так я постоянно хожу с 2010 года, когда в тот период по разным причинам в 2009-2010 годах фактически из уст политиков и многих общественных деятелей в силу разных обстоятельств исчезло упоминание Сухуми Грузия. Здесь подразумевается Гагра, подразумевается Цхенвали, не потому что это не беспокоило людей, а потому что в силу различных политических обстоятельств эта тема как бы отошла на второй план. Тема? Тема единения Грузии и в выступлениях политиков и общественных деятелей превалировали другие темы. Я не говорю, что эти темы были интересны. Вы хотите сказать, что это стало не таким уже актуальным? Нет, еще раз хочу сказать. Это был мой внутренний протест против того, что с улиц, из уст выступления политиков и общественных деятелей ушла на второй план эта тема в тот период, в 2010-2011 годах. И я решил, что не просто резолюции ООН, европейских организаций, международных организаций должна звучать тема единства Грузии. Тема то, что Сухум является составной частью Грузии и здесь подразумевается, еще раз говорю, весь Абхазский регион, весь Цхенвальский регион. Я решил, чтобы лично своим, не только выступлениями, статьями и репортажами, но и своим, к какой-то степени, внешним видом, особенно во время зарубежных поездок, фиксировать это. Потому что в наших сердцах, в наших душах за последние 7 лет, в период прерывания примерно в 15 странах мира на различных общественных, международных, спортивных и других мероприятиях, мне пришлось дать интервью десяткам телекомпаний, газет, интернет-сайтов, которых они начинали именно с этого. Многие из журналистов, моих коллег, знали, что это такое, но в то же время они понимали солидарность и симпатиями относились к этой идее. И я подробно рассказывал, как, к чему и почему это все произошло. Первый вопрос, который вам задавали вот в этих СМИ из-за одежды вашей. Что это такое? Не всегда. Что это за праздник? Что значит? Да, я вас понял. Я подчеркнул, что этой своей пикировкой и этими своими надписями и баннерами, в том числе на Олимпиаде в Сочи, в день открытия Олимпийских игр в Сочи. Я помню эти баннеры, и вы вот так. В феврале 2014 года я подчеркиваю, что Сухуми было и есть и остается в составной части Грузии в наших сердцах, в наших умах и не только в сознании. И не только в резолюциях международных организаций. Но мы внутренне являемся носителями для гражданин Грузии. И не только гражданин Грузии. И это не означает, что я против кого-то. Это тема единства Грузии. Потому что сегодня Сухуми, Гагра, Цминвали юридически в составе Грузии, но фактически другая ситуация. И поэтому я этим подчеркиваю, что сегодня кто-то, одна сторона, одна страна отсекла как бы фактически эту самую прекрасную часть Грузии от единой Грузии. Через 10 лет могут быть другие государства претендовать на такие же действия. Поэтому здесь это тема... Протест. Да, это тема единения Грузии, единства Грузии, которую я сопереживаю вместе с сотнями тысяч наших соотечественников. И стараюсь на всех международных форумах рассказывать о том, что это означает. Что это означает. Тенгис, я хочу спросить, вот в этой одежде вы в России бывали? Много раз. И как вас встречали вот с этим протестом в одежде? Ну, я бы не сказал, что это протест против кого-то. Ну, для них это был бы протест. Это не протест против Абхазии. Высов. Это не протест против Осетин. Это не протест против россиян. Это тема единения Грузии, единства, то, что у нас в душе. С таким одеянием я был, как на Олимпийских играх в Сочи в феврале 2014 года. Притом в целях превенции до начала Олимпиады я старался быть в другой одежде. В превенции чего? Не придумали, не придумали какую-то причину, чтобы меня отсечь от Олимпиады, потому что я был официально аккредитован на Олимпийских, как журналист, освещал эти игры, выступления наших спортсменов, спортсменов других стран. Но в день, когда была церемония, я зашел в одну одежде, а потом появился в пресс-службе в другой. И как это я сделал, это моя технология с этим баннером. Точно такой, с этой одеждой. И экипировка я был в Москве много раз. И в последний раз это было в августе прошлого года в Химках, когда был прекрасный баскетбольный матч, спарринг-матч сборных России и Грузии. И хочу выразить благодарность, благодарность хочу выразить грузинской диаспоре в Москве. Примерно 800 человек, этнических грузин, армян и других уроженцев Грузии, которые проживают в Москве, под Москвой, пришли на эту игру. Всего-то зрителей было 2000, из них 800 человек, это охрана посчитала дворца спорта, были поклонниками сборной Грузии. Благодарность хочу выразить также руководителю секции интересов Грузии, при посольстве швейцарии в Москве Георгию Закарашюди, который помог организовать этот процесс привлечения поклонников, грузинским общественным деятелям в Москве, спортсменам, которые мобилизовали. Большая диаспора в Москве. Да, большая. Но в августе месяце это очень сложно. Все же уезжают в жару, и потом игра была не в Москве, а в Химках. Это далеко, надо ехать. Поэтому им большое спасибо. Спасибо всем, конечно. Но знаете, что я хочу у вас спросить, Тенгиз, как вы пришли к этому? Вот у вас был дизайн, или ваше внутреннее состояние продиктовало вам это все, вот, вашу одежду? Она немножко странноватая для других классов. Как вы к этому пришли? Вот что такое шапка? Ну, Грузия. Ну, ясно, да. Ну, и на шапке, и на майке, и на спортивных, на спортивной одежде. Не только спортивной, но и обычной одежде. Это же морская шапка, да? Сохоми, Джорджия. Их, этих шапок у меня много. Около 20 разных летних, весенних, зимних. Я сам все это организую, сам. Есть люди, которые мне безвозмездно это делают, мои близкие друзья. Иногда мне приходится за это платить, но в большинстве случаев делают безвозмездно тоже. Очень много дарят мои близкие, которые уроженцы Сохоми, Гагра, которые живут в разных странах. Каждый год куда-то приглашают, дарят одежду, решают вопросы, связанные с моим пробиванием в тех или иных странах. Им большое спасибо за это. У меня много приглашений в разные страны, но если нет там каких-то турниров, соревнований, чемпионатов, общественно значимых формов, я не могу просто так поехать. Потому что я не люблю отдыхать. Для меня отдых это творческая работа. Когда я работаю, это одновременно и работа, и одновременно отдых и удовольствие. Когда пишешь материал, когда передаешь их средства массовой информации разных стран, когда знакомишь родную Грузию с теми или иными событиями, берешь интервью, встречаешься с общественными деятелями, спортсменами, это самый лучший отдых, в то же время это работа. Потому что после войны 92-93-х годов, когда я остаюсь сам и стараюсь, питаюсь отдыхать, у меня очень плохие воспоминания, тяжелые мысли приходят в голову. Самое тяжелое воспоминание какое было в войне с Уфумской? По-моему, у вас погиб отец во время войны. Во время войны 92-93-х годов, это была война между Россией и Грузией. И, кстати, не только грузинской, но и часть абхазских политиков это признавала. В частности, известный, уже покойный абхазский политик Сурабачба говорил, что нас, абхазов, использовали как дубинку против Грузии, чтобы добиться реализации интересов великой державы. Но в то же время я критиковал политику грузинских лидеров тогдашних, которые не все сделали для того, чтобы предотвратить эту войну. Можно было больше превенции, можно было бы этого избежать, зная о том, что может случиться. Это мы уже прошли, Тенгиз, да, это все понятно. Что касается воспоминаний, конечно, много тяжелых воспоминаний. Я скажу, самое тяжелое зрелище было в декабре 92-го года, когда страшному удару бомбардировка артиллерийской подвергся городской рынок в Сухуми. На моих глазах погибло, я успел крикнуть «ложитесь», потому что когда что летает, надо лечь, никуда нельзя убегать. Погибло по разным данным от 14 до 16 человек, двое потом погибли в больнице. Женщины, мужчины пожилые, дети разных национальностей. И это было очень тяжелое зрелище, когда потом противоборствующая сторона объясняла это тем, что они пытались ударить по заводу, который находился недалеко от рынка, на котором якобы ремонтировались танки вооруженных сил Грузии. А на мой вопрос, а почему вы так сильно промазали, значит, у вас не работает, и почему вы бомбили днем, когда рынок перегружен людьми? Если вы хотели бомбить завод, почему вы это не сделали ночью, во время военных действий? Есть какие-то свои правила. Конечно. Для гражданского населения. Да, и погибло это первое. И второе, это ночь на 21 февраля 1993 года, когда самолет военно-воздушных сил Российской Федерации, как потом стало известно, нанес удар, ракетная бомба удар по одному из районов Сухуми. Сухуми тогда контролировался грузинской стороной. И в результате удара погиб мой отец, 8 человек соседей были ранены. Тогда возник большой, я был ранен, мать была ранена, большой шум в прессе. Они сперва объясняли тем, что якобы грузинская сторона бомбила, обстреливала лабораторию вооруженных сил России в селе Нижняя Шера. Потом выяснилось, что такого факта не было. Потом объяснялось тем, что бомбили какие-то еще объекты. И в ответ на это российская сторона нанесла удар по Сухуми. А потом министр обороны России Павел Грачев тогдашний заявил то, во что никто не поверил. Грузия сама перекрасила свои самолеты и сама же бомбила Сухуми. Но все это я рассказываю не для того, чтобы я держу зло против кого-то, потому что исходить из зла, из мести нельзя ни в политике, ни в личной жизни. Надо искать пути мирного урегулированного конфликта, пути компромиссов, пути нормализации отношений с Россией на основе государственных интересов Грузии, единой Грузии, на основе принципа территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ. Это очень сложно. Но мы должны идти к этому пути, для того, чтобы при помощи международной общественности, с Запада, искать пути нормализации отношений с Россией, для того, чтобы в конце концов создать условия для мирного объединения Грузии. Тенгис, вы вообще считаетесь спортивным журналистом? Не совсем. Я честно политическое и спортивное. Вот я сейчас хочу к этому перейти. Мне интересно, как вы вот так легко переходите со спортивной журналистикой, потом у вас включается политика. Одно другому не мешает? Или у вас вот такое раздвоение журналистское такое? Свою журналистскую деятельность я начал в начале 80-х годов, в 1981 году. Если не считать, конечно, 80-й год, когда я был в Москве на Олимпиаде, я учился в Украине, закончил университет в Украине. Сейчас обычно говорят в Украине. В Украине. Раньше было на Украине. Да, это имеет принципиальное политическое значение. И как студент, корреспондент студенческой газеты, я попал на Олимпиаду в Москву. Ну, это я не считаю особо большой журналистикой. В 1981 году, то есть 36 лет. В родной Сухом я вернулся в 1983 году. И тогда в условиях цензуры, которая была в Советском Союзе, писать на общественные и политические темы было очень сложно. И, естественно, ни одна редакция не опубликовала бы тот вариант твоего материала, который касался глубоких политических, общественных и так далее. Поэтому я начал именно со спорта и культуры. И так было... Это вынужденно? Да, вынужденно. Хотя я уважал, любил. С детства я большой поклонник футбола, баскетбола и других командных видов спорта. Мой отец, это мне передалось от отца. И в 1983 году я начал опубликоваться в сухомских, тбилицких, московских, киевских, прибалтийских газетах. Тогда интернета не было. Газеты, радио и телевидение. И примерно с 1987 года, когда уже была оттепель, перестройка, меньше цензуры, больше свободы, уже начал освещать и общественно-политические темы. Тем более, когда в конце 80-х годов в Сухуме и Гагре было много разных событий, и притом сложных, тяжелых событий, приходилось освещать как в грузинских, как в российских, украинских, так и европейских. В период до начала войны, в 90-х годах, в 93-х годах, и в период войны освещал я и на радио BBC в русской службе, на France Press и другие западные издания. Для меня самое главное, чтобы мой материал не подвергался цензуре, чтобы он не был несбалансированно сокращен. А какое издание не имеет принципиального значения, пусть это будет левое и правое, главное, чтобы мой материал прошел сбалансированно. А я всегда стараюсь соблюдать принцип, брать информацию у разных сторон, чтобы читатели, слушатели, зрители могли сравнить и сам выяснить, где же истина. Не навязывать им свое личное мнение, свою личную позицию. Или одно мнение, чтобы не навязывать. А были ли случаи, когда в вашей статье подвергались критике? Нет. Не спортивные. И о чем речь? Для меня самое главное, вот, например, в независимой, говорите, когда я работал, это было очень солидное издание, я ушел по одной простой причине в 1996 году. Два раза скорректировали, сократили мой материал, и баланс нарушился. С первого раза, после первого раза, я выразил протест, и восстановили в следующем номере. Но когда уже второй раз, я сказал, нет, больше не хочу, потому что баланс был нарушен. Что касается критики, я очень нормально к этому отношусь, если это критика разумная, конкретная, аргументированная. И, естественно, я стараюсь всегда перепроверять, много раз перепроверять. И не даю повод. Я говорю, знаете, что я говорю, вот, вам сказали, это не критика, почему вы так написали протест, что это было не так, вы не что-то, были неприятные ситуации. Я отвечу вам. Что касается фактуры, и мой совет молодым журналистам, несколько раз надо перепроверять, не только у одного источника. Этот источник может ошибиться. Поэтому, если по ситуации будет видно, надо перепроверять. Фактическую сторону никто никогда не мог опровергать, потому что я много раз перепроверяю. Что касается мыслей и взглядов, может, кому-то они не нравятся. Это их право. Они имеют право. И как вы это принимали? Нормально. Но если речь идет об оскорблениях, я всегда отвечаю так. Желаю вам здоровья и успехов. Потому что на оскорбления нельзя отвечать по простой причине. И всем так советую. Когда в ответ на оскорбления в социальных сетях или через другие ты начинаешь отвечать тем же, это будет без конца длиться. Если я говорю, желаю вам здоровья и успехов. На этом все заканчивается. Если критикам можно вступать в полемику. На оскорбительные слова никогда нельзя отвечать. И даже в личной жизни не советую. Почему? Когда я даю такой совет, пожелание, желаю вам здоровья, они не знают, что ответить. Тенгиз, у нас сейчас будет скоро рекламная пауза. Мы остановились на том, что все журналисты сначала, пока они будут писать, о чем или... Искусство, музыка, спорт и медицина. Все грани повседневной жизни глазами интересных людей. Будьте гостем авторской передачи Евы Бабалашвили. Грани. На волне 96 и 3 FM. Мы вернулись в эфир. Это программа «Грани». У нас сегодня в гостях Тенгиз Бочиевич Бочкор. Я всегда почему-то хочу отмечать это. Бочиевич, немножко странноватое такое имя вашего отца. Но как-то красиво звучит. И мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу. И пока мы говорили о вашей амуниции, о вашей одежде, мы говорили о политике и обо всем. Теперь я хочу перейти к спортивным вашим занятиям, к спортивной журналистике. Я знаю, что вы недавно посетили Испанию и посетили там спортивные соревнования по баскетболу, где выступает наш великолепный Шермодини Георгий. Расскажите нам, пожалуйста, не только о Георгии, а вообще о вашем туре по Испании. Вот уже большое спасибо за этот вопрос. Что касается имени моего отца, это очень распространенное имя. Очень интересное имя. Точа у Мегрела очень распространенное имя. Мой отец был большим поклонником футбола и баскетбола вместе с Тбилисским Динамо в 60-х, 70-х, 80-х годах. И вместе с так называемыми цеховиками. Это так бизнесмен на сегодняшнем. Он объездил весь Советский Союз, все республики, совмещая это с приятным и полезным, чтобы болеть за Тбилисский Динамо. Футбол и баскетбол в основном. Что касается самой последней моей зарубежной поездки, это в Испанию и в Андорру. Вот уже два года баскетболист сборной Грузии, всеми нами любимый Георгий Шермодини, любимый не только как баскетболист, но и как человек, играет в команде Андорра. Это маленькое красивое государство, княжество независимое, команда, которая играет в высшей лиге чемпионата Испании, в высшем дивизионе. Притом, эта команда в нынешнем году, именно благодаря Шермодини и Пеке Бурджанадзе, это второй наш баскетболист, игрок сборной страны. Молодой еще. Да, 23 года ему выступает за Андорру. Именно благодаря Шермодини и Пеке Бурджанадзе и его коллегам, команда Андорра впервые имеет реальный шанс попасть в плей-офф высшей лиги чемпионата Испании. Вот вчера они выиграли. Весь прецедентный случай. Да, весь прецедентный случай. Для Андорры. Для Андорры. Княжество, с великолепной природой, чем-то напоминает местью и Кодорское ущелье, с очень оригинальными традициями, очень гостеприимные люди, очень спокойный образ жизни. И в Андорру можно попасть только на автомашине. Ни самолетов, ни поездов из Барселоны, из Франции туда нет. Только потому что они берегут горы, берегут природу от авиации. Это все может, так сказать, влиять на рельеф. Экологически чистые. Да, да. Заранее я проинформировал руководство клуба Андорры, что я собираюсь приехать. Они дали мне аккредитацию. Удалось побивать на тренировке баскетбольной команды Мурабанг Андорра, на матче с Вон Лабрадо, на игре молодежной команды. И, естественно, взять интервью у руководителя пресс-службы команды Габриэля Феррандеса. Познакомил меня с президентом Горка Айхасом Олея, президентом команды баскетбольной, с главным тренером Иоанном Пенеровым, с игроками. И сделал несколько репортажей на грузинские и зарубежные средства информации. Здесь уже по возвращении в Тбилиси, по телекомпании, телекомпании меди передала сюжет и было выступление в ТВ-объективе. Хочу вам сказать просто. Георгий Шермодини, воспитанник Джамлета Хухашвили, это все знают. Он начал свою карьеру в Тбилисском Акабе. Вот уже два года... Во дворце спорта. Во дворце спорта. Георгий Шермодини вот уже два года блестяще играет за команду Андорра, и он сам, и он там себя чувствует как король. Как только въезжаешь в Андорру, после пропустого пункта, после пропустого, там полицейский пункт, я быстро проверяют. В отличие от других стран, группы где почти не проверяют. Там тщательно проверяют и документы, все при въезде. Останавливают автобус, машину, все проверяют. Когда переходишь из одной страны в другую, обычно этой проверки нет. Или она погранична, да. Сразу же в Шенгенской зоне. Так вот, как только мы въехали в Андорру, улицы, магазины, различные объекты, здания, все они в портретах Шермодини. И несколько раз мы сфотографировали. Какая-то гордость, да, с вами у вас появилась в друг за вашу страну. И его называют там Джио. И настолько это приятно. Они гордятся им не только как баскетболистам. Они его любят, потому что он и Бека Бурджанадзе, они еще общаются с местными жителями очень тепло. Не потому что специально, они такие по природе. И их еще любят как людей. И эту атмосферу я почувствовал во время матча в высшей лиге Испании, когда от Андорра играла с Вон Лабрадой. Мы пришли на игру за полтора часа до матча. Я сел в пресс-ложи, дали аккредитацию. Мне пришлось поработать. Потом я сказал, Шермодини, у меня болит правая рука. Почему? Примерно 400 или 500 человек со мной поздоровались и сфотографировались. И мне пришлось раздавать флаги, друзья, маленькие, детям особенно. Сколько у меня было? Около 100 флагов. Все раздал. Здороваться, обняться, пожелать друг другу успехов и сфотографироваться. То есть я поработал, поделиться. Это, конечно, шутка. Но это было приятно, потому что они подходили. Вы представитель той страны, из которой Георгий Шермодини. А души. Во время игры тоже атмосфера была чудесная. Начали с гимна Анторы. Как они болели? Георгий кричали? Весь матч, в зависимости от ситуации, когда был эпизод, Чио. Чио и Бека. А, Чио, Дио. А Бурджанадзе Бека играл, несмотря на травму. Я знаю, что ему сделали накануне уколы, процедуры, чтобы он смог выйти. И, да, по-моему, 10 минут он сыграл, но блестяще сыграл для этого промежутка времени. После игры мы отдельно встречались. Я знаю, что еще Георгий опекает его, как старший брат. В своем интервью Бурджанадзе сказал, что я согласился перейти в Андорру, он же там много лет в Испании. После того, как именно Андорра и Георгий охарактеризовал команду. И потом он его опекает. Георгий 28 лет, ему 23 исполнилось, Бурджанадзе. А Георгий 28. Естественно, это имеет значение в плане аккоматизации, общения с игроками. После игры... Расскажу еще один нюанс. После игры мы попали в один бильярдный клуб на второй день. Совладельцем этого клуба является, проживающий в Андорре, грузинский регбист Сосачи Лидзе. Там еще два наших регбиста, с которыми мне удалось познакомиться. Это Эдишер Джамрулидзе, которые там живут. Что они играли за сбору Андорры, и он играет в одной из команд. Давид Кирикашвили, который много лет играл за эту команду. Они начинали здесь все, а потом уехали туда. Давид Кирикашвили является тренером этой команды. И еще есть один регбист. Тренером команды Андорры. Андорры, да. Значит, четверо их регбистов сейчас. Вот и вся грузинская диаспора Андорры. Четыре регбиста, их семьи, Шермодини и Бурджанадзе. И как и грузины, да? И всеми собрались в бильярдном клубе, где обычно проходят фаны футбольные, баскетбольные смотреть и играют в бильярд. И это было настолько трогательно. Понимаете, как это очень... Ты это представила, правда, это трогательно. Трогательно. И небольшая вроде диаспора. Еще появлялись отдельные наши соотечественники, но долго не задерживались. А эти, которые долго живут там. Их знает все Андорра. Я хочу им особый привет передать. Они будут смотреть нашу передачу в прямом эфире или записи. Андорра я тоже привет передаю. И Георгию. Я хочу вам сказать, что представители команды Андорры, это для баскетболистов сообщаю, сказали мне, что если какая-либо команда из Грузии выйдет, будет играть в Евро-челлендж или в другом европейском турнире, они с удовольствием проведут спарринг-матч. Либо сюда приедут, либо в Андорру пригласят там на турнир и так далее. Это очень важно, потому что небольшая страна, около 80 тысяч по официальным данным, по другим данным, 70 тысяч проживает в столице, в Андорре там в два раза меньше. Но это страна со своим «я», со своими традициями. И большое спасибо хочу передать и Шермодине, и Бурджанадзе, и руководству клуба, особенно пресс-аташе команды Андорры, Кабриэлю Фернандесу, за то внимание, которые... И регбистам нашим проживающим. Да, и нашим регбистам, которые там проживают, за то внимание, которое нам они уделили. Хочу вам сказать, что еще одна новость, о которой многие знают. Сборная Грузии, вы знаете, будет выступать на Евробаскете 2017 с конца августа в Израиле, в израильской группе. Кстати, Шермодине играл в Макабе, в Израиле тоже, это мы тоже отметим. Шермодине дважды выигрывал Евролигу в составе греческих команд. Панатинайкос и Олимпиакос, да. И вы хорошо разбираетесь. Хочу сказать, что в Израиле на Евробаскете в этой группе нашими соперниками, как известно, будут команды Израиля, Литвы, Украины, Германии и Италии. Но вчера была жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира. В какую корзину попала сборная Грузии? В сборной Грузии. И мы попали в одну корзину. Сербия, это сильная команда. Опять команда Германии. Но у Германии, не как в футболе, конечно, такая сильная, но в баскетболе именно так. И еще одна команда определится попозже. И я очень надеюсь, и многие надеются на то, что в отборочных матчах чемпионата мира многое будет зависеть от Шермодине. Почему? Потому что, возможно, наверное, МБА не будет отпускать игроков и, наверное, не отпустят Пачулия в ноябре. Пачулия, я говорю. Да, и других. И баскетболистов, игроков из других европейских стран. Поэтому от таких игроков, как Шермодине, Пурджанадзе, Саникиде, дай бог, чтобы он выздоровел. От Манучара Маркоишвили, который, как я знаю, уже вроде начал тренироваться после травмы. Очень талантливый баскетболист. Очень сильный баскетболист. Я не хочу всех, всех перечислять. Зайдем в такой тупик, как Дямлетт говорит, не надо называть фамилии, потому что потом будут объезжаться те, которые мы не назвали, но мы всех любим. Кроме баскетбола, еще, вы знаете, наша спортивная общественность проявляет большой интерес к матерполу. 11 числа здесь, в Белиси, в спорткомплексе «Олимпик» начинается отборочный турнир чемпионата Европы. Сборная грузия, 119 лет, это юношеские команды, и в случае успеха, надежды есть большие, вот РП у нас на пути возрождения, мы попадаем на чемпионат Европы, который пройдет в сентябре в Мальте. Еще немножко Формула-1 тоже начинает, не Формула-1, но какие-то уже пред Формула-1 новые соревнования. Это особый вид спорта, я сейчас в этом слабо разбираюсь. Нет, я не говорю, что разбираюсь, но как-то спорт начинает у нас распускать какие-то щупальца, расширяться, да, и вот мы хотим везде... Особенно большой интерес у нас к регби, вы знаете, 31 мая начинается крупный международный чемпионат, чемпионат, который является большим событием в мире регби. В июле будет чемпионат Европы по футболу среди команды 19 лет, в завершающий финальный этап, тоже в Грузии, большая честь. Хорошая команда у нас, сборная, очень. Большая честь. Ну, конечно, для меня, как человек, который активно занимается спортом и освещает, важно, и для многих, наверное, очень важные успехи в командных видах. Я не хочу умолять достоинства дзюдоистов, борцов, шахматистов и так далее. Она надзагнезе недавно стала чемпионкой Европы. Но особенно большое значение имеет в баскетболе, в успехе в баскетболе, в футболе, гандболе, в волейболе, регби, ватерполе, в командных видах. Почему? Почему? Потому что, во-первых, большая узнаваемость Грузии, любой другой страны, потому что именно на эти виды спорта во всем мире обращают гораздо больше внимания. Во-вторых, эта узнаваемость и успехи в этих видах спорта будут содействовать росту инвестиций в нашу страну. Потому что футбол, баскетбол, регби, волейбол, гандбол, ватерпол – это те виды спорта, которые наиболее популярны. Во всем мире. И не миллионы, а миллиарды людей. И, кроме того, успехи в этих видах спорта приводят к инвестициям, к росту туристов, к созданию рабочих мест. Это все взаимосвязано. И те усилия, которые правительство страны в последние годы направляет на оказание помощи спорту, я надеюсь, будут расширены. И помощь эта будет на развитии спорта усилена. И будет проявляться уже в результатах. Конечно. Это даст плоды через пару лет. Потому что, вот взять баскетбол, очень часто спрашивают, а сколько баскетболистов в Грузии? Как я выяснил, около 4 тысяч в месяц с детьми. Серьезно? И всего лишь, всего лишь. И мы имеем такие результаты. А мне наоборот показалось, что для Грузии 4 тысячи – это очень маленькая. Если сравнить с другими странами маленькими, где 20-30 тысяч, и выборы у них побольше. Да. Или взять фатерпол. Вот я был на чемпионате Европы, 2014 года в Будапеште, Венгрии. И венгерские журналисты, и журналисты других стран спрашивают у меня. А вы добились большого успеха, вышли первый раз на чемпионат Европы, финальную часть. А сколько баскетбол в Грузии для ватерпола? Я спросил у членов делегации, они говорят, два. Они говорят, как два? Я говорю, два, именно для ватерпола, где только ватерполисты. Сициализированные, да. Ну, есть еще где могут заниматься, но два... Они говорят, как, в одном Будапеште около 50 или 60, а по всей Венгрии... Надо было сказать, что такие мы талантливые в Грузии. Да? Ну, естественно, чем больше будет аренд, чем больше будет поддержки государства, тем больше будет успех. Это и здоровый образ жизни. Естественно. Отрыв детей от улицы. И успех, и узнаваемый странный рост, туризм. Это все взаимосвязано, взаимопереплетено. Тенгис, как вы... Что вы скажете о том, что вот как-то с футболом как-то у нас вот много проблем, потому что мы никак не можем преодолеть какую-то планку, да, с футболом. В чем дело? Скажу так. Вот баскетбол, регби как-то состоялись. А вот с футболом у нас проблемы. Спасибо. Старшее поколение хорошо помнит и весь мир, футбольный мир, помнит традиции грузинского футбола. 50-х, 60-х, 70-х, 80-х. Это страна, которая завоевала кубок кубков, да? Тенамо Тбилиси, которая завоевала кубок обладателей кубков. Но здесь не хочу, чтобы мы забыли о большом успехе баскетболистов. В 1962 году Тенамо Тбилиси выиграла кубок европейских чемпионов, то есть Евролигу. Выигрывала в финале у мадридского Реала. Там играл Коркия старший. Он был тренером. А, тренером. Значит, что хочу вам сказать. То, что в грузинском футболе последние 20 лет все хуже и хуже, по результатам, если судить. Есть и много площадок, есть и много футбольных полей. Я бы не сказал, что очень много, но дело не верно. Если два бассейна спасают в Батерпол, почему не могут спасти футбол, вот столько футбольных полей? В Батерполе, во-первых, не такие расходы нужны. Там пригласили легионеров, натурализовали нескольких иностранцев, которые помогли до сербов, хорватов и так далее. Так вот, причины неудач, по большому счету, если говорить, во взрослом футболе, в грузинском, в юношеском были определенные успехи. Много причин, много причин. Они имеют объективный, субъективный характер. И они начали формироваться еще в конце 80-х, в начале 90-х годов. Но здесь я хочу призвать всех не драматизировать ситуацию. Взять пример Венгрии, которая почти 30 лет, несмотря на отличные условия, никаких успехов не имела с 86-го до 2015-го года. Только в прошлом году они впервые попали на финальную часть чемпионата Европы. Там у них не было войны, не было таких серьезных причин. Это бывает так. Хотя у нас были и войны, разруха, тяжелые 90-е годы. Все это отразилось. И 2000-е годы. Поэтому для того, чтобы и получить, и добиться успехов, весомых успехов на футбольной арене, естественно, на международной футбольной арене, естественно, нужно время, больше инвестиций, больше условий и время для того, чтобы это поколение тоже появилось. Это просто так не бывает. Вложил и через год даст результаты. Да, это вызывает раздражение и недовольство миллионов жителей Грузии и наших соотечественников. Потому что они все идут с какими-то надеждами и уже возвращаются с опущенными головами. Я признаюсь, наша сборная, наша сборная футбольная, пусть никто не обижается, уже давно не является среди лидеров. И она находится ближе к аутсайдерам. Поэтому требовать от сборной, которая находится близко к аутсайдерам, чтобы она попала на чемпионат Европы или мира, это невозможно. Нужно много условий, несколько лет для того, чтобы исправить ситуацию. Да, это понятно, Теннис, но один-два успешных матча уже создадут для болельщиков какую-то атмосферу, что вот мы одержали победу, вот мы уже начали подниматься наверх. И большое значение имеет, когда посещаемость хорошая, когда за тобой наблюдает страна и она тебя как-то настраивает на победу. Я вас помню, на матчах сборной Грузии в Тбилиси 30-40-50 тысяч обычно, часто аншлаг на Динамо. Поэтому на матчах сборной Грузии посещаемость хорошая, будем так говорить. Вот в чемпионате страны посещаемость очень маленькая, особенно в Тбилиси. Начиная с чемпионатов проявляются таланты, правильно? У нас, знаете, были здесь люди, которые анализировали футбол и они говорили, что есть команды, которые играют чемпионат Грузии и они не могут вывести на большой спорт футболистов, потому что спарринги не такие уж на высоком уровне. Я вас понял, что вы говорите, да. Для того, чтобы команда добилась больших успехов, получила опыт, должен быть внутренний чемпионат более сильный. Вот сейчас, как в высшей лиге чемпионата Грузии, 10 команд, ну, финансирование соответствующее. И очень важно, чтобы частные инвесторы, частный бизнес тоже включился. Для этого надо создавать много условий. Далеко не все бизнесмены хотят участвовать в этом процессе, потому что есть разные причины, по которым они не горят желанием, многие бизнесмены участвуют. Но спасибо тем бизнесменам, которые вкладывают в спорт. Большое им спасибо футбол, баскетбол в регии и другим. Но я думаю, что со временем, когда будут результаты, больше бизнес-компаний будут активнее участвовать в развитии футбола, особенно других видов спорта. Что касается одного-двух матчей. В прошлом году я был на чемпионате Европы по футболу во Франции. Был официально аккредитован. И спрашивали, а когда же сборная Грузии будет играть на чемпионате Европы? И я им говорю, зачем? Как зачем? Говорю, мы выиграли в Мадриде у действующего чемпиона Европы, сборной Испании и бывшего чемпиона мира. Поэтому мы выше, я говорю, ну, конечно, это шутка. Каждый год по одной победе у нас есть, где можно похвастаться. Значит, мы уже начали подниматься. Немножко. Ну, я бы не сказал, что подниматься. Здесь очень важно внедрение форм стимулирования, наказания, стимулирования игроков. Много причин. Или же обязательно в команде должен быть Месси, Рональдо или вот такие звезды, за которыми идет команда. Все-таки должны же в футболе тоже появиться звезды именно в Грузии, которых пока нет. В юношеском возрасте, в молодежной сборной юношеской, у нас много звезд. Но в силу разных причин потом они в большинстве своем не прибавляют, попадая в европейские клубы, клубы бывшего СССР, республик бывшего СССР. Ну, много причин для этого. Хотя сейчас несколько ярких звезд. Мы не будем называть фамилии, чтобы головокружения не было от успехов. Надеемся на то, что это поколение прибавит, и мы будем радоваться. Спасибо. У нас осталась всего одна минута. Так наше время эфирное пробежало. Мы очень интересно, я так думаю, говорили. Что бы вы сказали нашим всем спортсменам, которые, как бы вы их наставили, как бы вы тренер, и начинается игра. Как вы настроите вашу команду именно на победу. С этим закончим нашу сегодняшнюю программу. Хочу пожелать и спортсменам, и всем радиослушателям, телезрителям, первое, спокойствие, второе, большее трудолюбие, третье, самое главное, наслаждайтесь жизнью, пока Бог дает такую возможность. Профессионализм. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли на нашу программу. Это программа «Грани Севы Бабалашвили», и у нас в костях был великолепный Тенгиз Бочевич Пачкори. До свидания, до новых встреч.